В этом видео я покажу вам, как готовить вкуснейший шоколадно-яблочный пирог. Это делается очень просто, очень быстро и в итоге мы получаем очень крутую вкусняшку. Давайте начинать. Что нам нужно? Нам нужна начинка для пирога. Это у нас будут карамелизированные яблоки. Сахар около стакана. Мука, 2 стакана. Какао, 1 столовая ложка. 3 небольших яйца, можно 2 больших. И пачка масла, 200 грамм. Перед тем, как все начинать, нужно масло достать из холодильника, чтобы оно немного полежало, чтобы оно стало мягким. Потом нарезаем его на вот такие вот кубики, квадратики, как хотите. Высыпаем все это в емкость. Разбиваем туда 2 яичка. И третья тоже. Добавляем пол чайной ложки соды пищевой, пол чайной ложки соли. Добавляем сахар. Около стакана, можно меньше. Добавляем столовую ложку какао. И добавляем примерно 2 стакана муки. Можно немножко меньше. Чуть-чуть оставить, чтобы в стакане немножко осталось. Потом все это дело мы тщательно перемешиваем. Консистенция должна получиться вот примерно как пластилин. Вот такая вот. Если жидкая получается, добавляем муки еще. Все хорошо разминаем. Вымешиваем. Получается очень красивое тесто. Вот у нас получился такой шар. К рукам оно не прилипает, потому что там масло. Потом отделяем примерно пятую часть нашего шара. Вот. И откладываем в сторонку ее. Это я потом покажу, для чего нам пригодится. Все. Работаем с вот этой частью теста. Достаем из печи противень. Немножко смазываем его растительным маслом. Можно сливочным, можно растительным. Кому как нравится. Все у нас смазано. И теперь аккуратно разминаем тесто. Чтобы оно было на всей плоскости противня нашего. Разминаем. Вот так вот я стаканом это все раскатываю дело. Чтобы у нас не было трещин, желательно. Потому что начинка протечет, потом будет подгорать. Нам это не нужно. И стаканом я раскатываю примерно, чтобы была одинаковая толщина везде. Вот все у нас так ровненько получилось. Очень красиво. Очень быстро это все делается. А главное, что самый простой рецепт. Теперь берем наши карамелизированные яблоки. Можно использовать не карамелизированные, ну можно, что хотите. Можно варенье использовать. Но так как мы делаем яблочный пирог, то у нас карамелизированные яблоки. Кто не знает, как карамелизировать яблоки, посмотрите наше видео. Тоже яблочки все разравниваем, чтобы по всей плоскости нашего теста ли они... Вот так вот все аппетитно уже выглядит. Уже это все хочется съесть. Далее. Возвращаемся к вот этой части вот. Добавляем муки. И разминаем это все рукой. Ну, желательно двумя руками, но у меня одна рука занята камерой. Все вот так вот тщательно-тщательно перетираем, чтобы получилось как можно больше маленьких кусочков. Постепенно добавляем муки. Вот так перетираем, перетираем. У нас получается как крошка. Когда все мы перетерли, то засыпаем сверху наши яблоки. Когда мы все присыпали, нужно руками, да, вот так поприжимать все. Чтобы оно как можно лучше слиплось с яблоками. Это делается для того, чтобы, когда мы будем потом резать на кусочки этот перок, чтобы он не сильно крошился. И не рассыпалась верхняя часть. Вот так все это выглядит. Ставим все это дело в духовку. Огонь делаем небольшой. Готовится пирог у нас примерно 20 минут на среднем огне. Вот так вот все у нас получается. Все уже готово. Это мы его порезали на кусочки. Да, забыл сказать, резать его желательно, когда пирог немножко остынет. Потому что он, когда горячий, он как бы мягковатый и плохо режется. Ну, то есть он режется хорошо, но доставать его потом могут ломаться кусочки. Все, вот так вот мы все выкладываем в красивую тарелочку. Всем спасибо за внимание. Всем приятного аппетита. Смотрите наши другие рецепты. Очень простые. Всем до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...